Здравствуйте! Наступила весна, а значит приближается первая волна паводка. О безопасности на воде в этот период поговорим с нашим гостем. Это заместитель начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Шпет. Здравствуйте, Николай Андреевич! Здравствуйте! Традиционная встреча в весенний период, ранней весной. Ожидается ли ухудшение паводковой обстановки и когда обычно в Алтайском крае идет ледоход? Ну, как правило, все зависит от температуры воздуха. Пока холодно. Нет, ну, получается, днем все равно уже немножко подтаяет. Ночью, да, ночью прохладно, днем подтаяет. Ну, как правило, у нас ледоход начинается где-то во второй декаде апреля. То есть, ну, с 10 по 16 апреля в этот период у нас обычно начинается ледоход. Вот. Ну, сейчас, конечно, говорить рано, но все равно готовиться надо, чтобы люди знали, что лед с каждым днем становится тоньше-тоньше, когда температура поднимается. Ну, естественно, чтобы были готовы. До ледохода еще полтора месяца, действительно, но продолжают действовать ледовые переправы, но, как вы сказали, с каждым днем пользоваться ими все опаснее. Какую работу проводит МЧС России, чтобы предупреждать население о том, что такой-то переправой уже нельзя пользоваться? Как вы проводите эту работу? Ну, как правило, инспектор, государственные инспекции по манерным судам, они ведут контроль за толщиной льда на ледовых переправах. То есть, измирается толщина льда, и по толщине льда уже идет грузоподъемность автомобилей, которые могут проходить по данным переправе. То есть, чем толще лед, значит, тем тонажность автомобилей повышается. Если с каждым днем снижается, естественно, то понижается и тонажность автомобилей, которые могут проходить. Об этом главы администрации своими постановлениями либо добавляют тоннажность, если зима только в разгаре, либо сейчас весной своими же распоряжениями, то есть они снижают тоннажность. Если он был, допустим, 10 тонн, то через некоторое время замерили, толщина льда не позволяет, то есть снижается до 6 тонн и так далее. Если, допустим, лед становится совсем тонким, что, будем говорить так, машины даже легковые не могут проехать, значит, готовится распоряжение также главы администрации о закрытии ледовой переправы, значит, переправа, обычно лед разрушается либо пелением, либо очернением, вот выставляются запрещающие знаки, естественно, чтобы проезд запрещен, ну, естественно, жителям надо следить за знаками, которые устанавливаются на данной переправе. Но помимо наших основных рек, Бии, Катуни, Абии, естественно, множество небольших рек и водоемов есть в Алтайском крае, вообще сколько действует на территории региона ледовых переправ? Ну, у нас было открыто 6 ледовых переправ, но вот сейчас в конце феврале одна ледовая переправа в Шалаболевском районе закрылась, вот, а продолжают действовать 5 ледовых переправ. — Много ли из них могут выдерживать вес грузового автомобиля или это в основном пешеходные переправы? — Нет, пешеходные переправы, как правило, у нас не делаются, у нас переправы делаются именно для подвижения автомобильной техники. То есть, ну, самая большая переправа, это у нас в Камне-Наби, то есть, там грузоподъемность до 20 тонн, значит, ну, в остальных регионах немножко поменьше. Ну, самое маленькое, получается, это Шалаболевский район, там сообщение между Шалаболевской и село Яня, там, ну, обычно 4 тонны, то есть у них там... И потом снижается, естественно, поменьше. — Мы говорили о том, какую работу проводит МЧС России по предупреждению несчастных случаев на воде, на переправах. Как вы предупреждаете население о том, что вот в конкретном месте лучше не переходить реку по льду, установка аншлагов, раздача листовок, какая-то еще работа, может быть, проводится? — Ну, то есть, инспекторами ГИМС проводятся рейды патрулирования, в ходе этих рейдов патрулирования, значит, выявляются также выходы людей на лед, вот, то есть, ну, есть несанкционированные выходы, естественно, то есть, ну, у нас никто не говорит, тем более нынче снега было мало, и выезд на лед, в принципе, ну, можно осуществить не только по ледовым переправам, но и в других местах. Поэтому это контролируется, значит, если выявляется, значит, восстанавливается в обязательном случае аншлаги, что проезд запрещен, ну, по мере возможности с главной администрацией решается вопрос, как-то преградить путь выезд, то есть, либо заваливается снегом, либо еще что-то, чтобы не было в данном месте выезда на лед. Вот, ну, естественно, с населением проводятся беседы, памятки вручаются, что если кто-то там рядом находится, что, ну, нельзя в этом месте, допустим, и вообще на несанкционированных местах нельзя, выезд вообще техники на лед запрещен. А часто ли вы фиксируете случаи нарушения таких запретов на автомобилях, на квадроциклах, на снегоходах? Ну, как правило, это случается очень редко. Почему? Потому что, я говорю, проводится плодотворная работа, и основная работа, выезд идет, это в основном рыбаки, вот, поэтому с ними тоже проводятся беседы, вручаются памятки. То есть, в процессе рейдов, ну, как говорится, одного человека, если я штрафовал, значит, он обычно делится впечатлениями, и уже люди потом стараются, как бы, оставлять машины не на льду, а на берегу, и пешком доходить до места рыбной ловли. А где у нас скопления, в принципе, любителей зимней рыбалки наблюдаются возле населенных пунктов, которые находятся по берегам рек? Ну, да, как правило, это населенные пункты, то есть, далеко люди, особенно, если дорог нет, туда не выезжают. Ну, у нас, допустим, в Барнауле, это где старый мост, где новый мост, вот эти вот, допустим, Шалаболиха, там тоже в Шалаболевском районе, рядом Шалаболиха, там тоже на Опе они выходят, поэтому, ну, в основном, возле жилых районов. Вы упомянули о том, что этой зимой снега было не так много, но и морозов сильных не было. Вообще, насколько толстый лед этой зимой? Ну, опять же, в зависимости от водоемов, если это стоячий водоем, то, естественно, толщина льда побольше, если, допустим, где-то течение, то там поменьше. Ну, вот, замеряли на крещение, на лед на Аби, вот, там около 70 сантиметров, ну, тоже местами где-то 60, местами 70, то есть, он тоже варьирует, то есть, не так, что вот он сплошно идет, одинаковой толщины. Поэтому, когда ледовая переправа оборудуется, то есть, ну, делается, ну, где-то 30 лунок по всей длине этой переправы и замеряется толщина льда. Ну, как учитывается не только толщина, но и структура льда? Не, ну, естественно, ну, структура льда, как правило, во время зимы, она одинакова. Это вот весной, если идет таяние льда, допустим, да, структура меняется, вот, а так, в принципе, она одинакова, и поэтому вот грузоподъемность, по которой может пройти по ледовой переправе автомобиль, вот, в зависимости от, то есть, минимально берется минимальная толщина льда, вот, и от минимальной толщины считается грузоподъемность прохода автомобиля. Что бы Вы порекомендовали родителям, особенно, наверное, в сельских населенных пунктах, для того, чтобы оградить детей от опасных игр на льду в этот период? Ну, как правило, не только родителям. У нас инспектора, государственные инспекции проводят занятия в школах, то есть пока еще идут занятия, проводят с детьми уроки, то есть показывают, как правильно себя вести в той или иной ситуации, допустим, почему нельзя заходить на лед, кататься, тем более на льдинах и так далее. Но это также и ложится на плечи родителей, то есть у нас сейчас, ну как, дети, когда после школы, они сами по себе, родители это самое, вот, но я считаю, что не только родителям, но вообще взрослым людям, которые увидели, допустим, если ребенок где-то там на льдине катается и так далее, не надо проходить мимо, а надо поучаствовать, и твой ребенок не твой, а именно сделать так, чтобы ребенок покинул опасную зону. Ну, а куда-то позвонить можно, вам или в полицию, куда обращаться? Ну, у нас есть телефон горячей линии, то есть на сайте он есть, то есть все желающие могут зайти, посмотреть и так далее. Телефон 112, также можно обратиться. На сайте МЧС России по Алтайскому краю, насколько я знаю, также и список работающих ледовых переправ всегда публикуется. Да, 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 все это есть там, поэтому все желающие могут посмотреть, где и как. Мы, кстати, говорили о толщине льда, а вообще лед какой толщины может выдержать человека? Ну, самая безопасная толщина льда, когда человек может спокойно пройти, это от 7 до 10 сантиметров. То есть, ну, это уже, как говорится, стопроцентная гарантия, что человек не провалится, ничего с ним не произойдет. Ну, в общем, до дохода, тем не менее, осталось не так много времени, поэтому стоит проявлять повышенную осторожность. Николай Андреевич, благодарю вас за интересный рассказ, за ответы на вопросы. А с нашими телезрителями мы прощаемся. До встречи в эфире телеканала Катунь-24. Берегите себя.